Делать людей веселыми и счастливыми гораздо проще, чем избавляться от злых и угрюмых. А вот в спорте не все так однозначно. Приветствую вас капельки росы на лепестке лотоса. С вами Федорович. А после этого видео вы точно станете немножечко веселее и счастливее. Хотя в некоторых моментах спортсменам можно и посочувствовать. Боец это не всегда монстр-убийца, а очень даже часто добрая феечка. Главное сбить все кегли, а на какой дорожке не главное. А вот мужик фанат китов, так же красиво пускает фонтанчики. Все-таки самый опасный вид спорта это гольф. Если ты родился баловнем судьбы, то не важно какой у тебя пузо и какой рост, любой твой выстрел будет в цель. Ну а если судьба от тебя отвернулась, тогда готовься больно падать. Иногда делаешь для победы все, а получается как-то некрасиво. Лучшие мастера бесконтактного боя играют в футбол. Там всегда можно увидеть кровожадные нокауты, даже от косого взгляда. Бывает такой бокс, когда смотреть на рефери интереснее, чем на бойцов. Досадная ошибка или фатальная кривоногость решайте сами. А вот как можно войти в историю на любом спортивном мероприятии. Гол нужно забивать любой ценой, даже в свои ворота, даже обстреляв своего кента. Таким красоткам результат не важен. Важно попасть в телевизор, а потом в жизни и так все будет хорошо. В любой драке главное вовремя сбежать или притвориться мертвым. А ведь дедушка просто хотел найти друга. А друг оказался и не друг и не враг, а так. Когда приходишь на игру с Будуна, главное игнорировать этих зеленых человечков вокруг, тогда никто не узнает. Настоящая баба может остановить на бегу коня, а настоящий мужик может споймать котенка. Но не каждый. А этот красавчик нашел стопроцентный способ победить. Нет ворот, нет голов. Попасть в лунку может каждый, а вот в человека это нужен талант. Даже обезьяну можно заставить тренироваться, а вот диванных пельменей никогда. Когда на поле играют профи, матч становится очень интересным. Не результативным, конечно, но веселым. В любом деле главное уметь вовремя остановиться. Самое главное, когда приходишь на стадион, не заснуть, а то случиться может всякое. Хоккеистов лучше не злить, а если злить, то лучших хоккеистов. Как думаете, нападающий красавчик или воротарь-кривоножка? Все-таки сумоистов на лед выпускать нельзя. Когда организаторы – криворукие инвалиды, здоровье спортсменов может быть в серьезной опасности. Настоящий мужик никогда не упустит момент что-нибудь пожевать, даже посреди ответственной игры. Иногда готовишься к чему-то важному месяцами, а одна ошибка портит всю малину. Если не судьба, то хоть куй железо пока горячо, все равно получишь болт. Когда видишь цель, главное – оббегать препятствия. Карма всегда не любит психов. Настоящий спортсмен всегда должен идти до конца. Если ты за полем, это еще не значит, что ты выбрал правильную сторону. В спорте любая мелочь может решить исход матча. Может, человеку кривые руки и помогают в жизни, но другие люди от этого только страдают. Намордник стал для нас родным атрибутом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какие смешные моменты были с вами на диване. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем». А если вы хотите поддержать канал, вы можете это сделать на кошелек Юмани любым удобным способом в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!